Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. На канале томаты больше чем любого Светлана Чернова. Живую я в Чубашии на Средней Волге. И вот потихонечку шуршит осень, сентябрь идет и уже первая декада завершается. Но томаты еще зреют, томаты еще есть. И какие томаты есть. Сегодня не только о том, какие томаты есть, что получилось. Вот об этом немножко хочу поговорить. Томатов мы собрали, конечно, очень много. Пять больших везет, перебрали уже что-то и приготовили. И вот хочется мне поделиться о томатах. Три сорта я взяла. Почему я их взяла? Потому что я выписала, и что вот на картинке было, и что получилось у меня. И начнем обзор «Желтый огонь». Эти я в обзорах несколько раз показывала, на дегустации показывала. Действительно, я его выписала вот из-за красоты, можно сказать. И формы, и красота. Очень понравились. Вот на рисунке было вот так. И сейчас сравним. И вот точно один в один совпадают. Ну, теперь я своими словами не хочу рассказывать. Просто коротко прочитаю. Среднеспелый, среднерослый, высокоурожайный. Высота куста до полутора метра. Можно выращивать. Можно и нужно два-три стебля. Я сначала в один стебель его вела, потом еще раз прочитала. Два-три ствола, потом даже четыре пошло. До сих пор еще на нем плоды есть. Вот собрали только зрелые, а зеленые томаты еще есть. «Желтый огонь». Томаты 150-250 граммов написано. Желто-оранжевые. И, в общем, что хочу сказать. Мясистый, сочный, мраморная мякоть. На дегустацию я его показывала. Сегодня просто дегустировать у меня немножко, можно сказать, работы много очень. Не до дегустации. Просто я хочу показать то, что заявлял коллекционер. И что получилось. Вот они, томаты. «Желтый огонь». Дальше. Очень порадовал меня в этом году томат Козула 147. Вот в сентябре такие томаты. Это на верхних кистях. Он начинал с нижних кистей. Такие сразу томаты. И на высоте специально даже отложили. Покажем специально. Это ранний, высокорослый сорт. До 300 граммов. Высота, кстати, метр семьдесят, наверное, и больше было. Потому что, когда обзоры показывала, о нем я говорила, ствол шел по краям, по теплице уже, как виноград я его завязывала. Вот какие томаты. Какие красивые томаты. Вот тут треснула уже. Ну, надо переработать. Опять-таки, на дегустации показала цель сегодняшнего ролика. Не дегустация. А именно, что вот показывал производитель. То есть, ну, не производитель, у кого я выписывала семена. И вот то, что получилось у меня. Вот такие томаты получились. И третий томат, что я хочу показать, зеленый рог. Опять-таки, из-за красоты я его выписала. Томат, что я о нем хочу сказать. Не очень обильный урожай в этом году у меня дал. Свои семена я не сделала в этом году. Не успела я его сделать. Но семена еще остались. Средний спелый, индетерминатный. Высота к 100 метров пятьдесят. Изящного строения. Коричнево-зеленые, полосатые. Вот что коллекционер говорил, то и получилось. Вот положу вот сюда, прямо-таки. Вот так лежит. Прямо вот как этот томатик. И хочется верить, когда выписываешь, написано, скажем, вот такой томат. Получается вообще, я скажу, например, желтый, а у тебя получается томат красного цвета, малинового цвета. Ну, бывает иногда и пересорт, очень хороший пересорт, вкусные томаты. Но все, что хочется, когда выписываешь, получить то, что нам заявляют. Мы ведь вот на картинку попадаемся. Ой, простите, пожалуйста. На картинку попадаемся и хочется получать такие томаты, какие мы купили. То есть, что нам понравилось. Потом, естественно, по вкусу оцениваем, по красоте, по урожайности. Там уже много критериев. Вот три томата. Зеленый рог, желтый огонь и козула 147. Да, они в моей коллекции будут. Семена у желтого огня я сделала, у козулы сделала. Вот зеленый рог единственное у меня не сделано. Вот так томаты еще зреют. Работы еще много. Но зимой будем уже выбирать, что у нас будет в следующем сезоне. Что у нас, скажем, что-то, какие новинки будем. Но козула 147 мне хочется. Вот в прошлом году мне очень козула 141 понравилась. В этом году он у меня тоже был. В этом году вот козула 147. Кому понравился ролик, пишите комментарии. Кто выращивал этот сорт, у кого как получилось. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok